Полтора процента само по себе вроде не так много, но когда эта величина обозначает годовой прирост онкозаболеваний, то выглядит устрашающе. На сегодняшний день в России около трех миллионов онкобольных. Установлено, что мужское население больше всего подвержено раку легких и предстательной железы. У женщин чаще встречаются опухоли молочной железы и кожи, а у детей онкология центральной нервной системы. Специалисты-онкологи отмечают, если раньше 80% больных раком умирали, то сейчас столько же выздоравливают. Особенно если помощь оказывается в специализированных учреждениях. На Бринчине пока одно такое учреждение – областной онкологический диспансер. С целью совершенствования помощи раковым больным в нынешнем году там запланировано завершить строительство пристройки блока лучевой терапии, оснастить современным оборудованием и выполнить капитальный ремонт. Около 600 миллионов выделено на завершение строительства детского онкогематологического диспансера. По словам главного детского онколога страны Владимира Полякова, такой центр на Бринчине просто необходим. Все замыкать на Москве, конечно же, нельзя, потому что те стандарты, которые мы написали для лечения онкологических больных, они должны быть аранжированы, соответственно, тем возможностям, которые имеются в различных регионах, в частности Брянской области. Если взять Брянскую область, то здесь есть подготовленные специалисты, которые проводят химиотерапию различного уровня при заболеваниях крови. Это острые лейкозы, это хронические лейкозы, то есть гемобластозы, злокачественные заболевания крови. И при соленых злокачественных новообразованиях, таких как опухоли печени, почек, нейробластома, опухоли глаза. То, что строится здесь, это определенный уровень, который должен быть здесь. И он должен быть сделан именно на таком уровне, на котором задуман. Потому что это будет оснащение современной лаборатории, цитогенетики, иммунной морфологии, иммуногистохимии, без чего иммунофенотипирования, без чего сейчас нельзя лечить ни лейкозы, ни солидные злокачественные опухоли. Это будет и реанимация при этом отделении. Это очень правильно все. Также участники слушаний рассмотрели новые методы диагностики и терапии онкозаболеваний. Многие из них разрабатываются и опробируются на базе НИИ детской онкологии. К примеру, появились органы, сохраняющие методы лечения. Успешно зарекомендовали себя видеохирургические операции, а также комбинирование видеохирургии и открытого доступа. С целью дальнейшей реабилитации и адаптации онкобольных во многих регионах страны заработали группы взаимопомощи. Вместе с тем перед онкологической службой стоит ряд важных задач, среди которых, к примеру, своевременное выявление злокачественных новообразований у жителей сельских поселений. Наталья Сегаева, Аристарх Никитин, События Брянск.